Доброе утро, дорогие друзья. Итак, четверг, недельная глава ЭКИФ. И мы с вами все время говорим о богатстве. О том духовном богатстве, с которым человек в конце 120 лет своего пребывания в мире предъявляет его Творцу, говорит, вот видишь, с чем я пришел. Знаете, даже 10 минут, маленькие 10 минут, выделенные для изучения Торы, для проникновения в духовность, для изучения духовных, для размышления, если хотите, над тем, что с тобой происходит в мире, накапливаются в часы и дни. Каждый человек может занять подобающее место в грядущем мире. Вот представьте себе, что человек, который вообще ничего не считает. Например, он работает в лавке, в конце дня он подсчитывает свою прибыль, какой-то убыток, бизнесмен крупный даже в конце года, подсчитывает баланс. А мы с вами, мы с вами что подсчитывать должны? Мы должны еще подсчитывать то, что мы собрали духовное за сегодняшний день. В конце дня подводить свой духовный баланс. Надо посчитать что-нибудь, иначе получится так, что этот день окажется пустым, когда человек поднимается через 120 лет наверх. Написано, его одежда, его жизнь, все это вместе состоит из тех дней, в которых он сделал что-то хорошее. Помните написано, и ушел, там Яков, и там Авраам, написано, присыщены днями. Что такое присыщение? У него ни одного дня не было такого. Он пришел, говорит, вот у меня было столько дней, вот они все, в каждом из них я что-то хорошее сделал. А то иначе окажется совсем другое, что человек приходит в следующий мир, и у него, не дай бог, там, он оказывается в возрасте двух лет, трех лет или двух недель на всю оставшуюся жизнь. Потому что больше ни одного дня не было у него в жизни такого, где он что-то сделал хорошее. Не подумайте, что я предлагаю кому-то бросить там бренную жизнь и учиться с утра до вечера. Расскажу вам короткую историю, опять же, про Рава Галинского. Его попросили один раз произнести речь. Он рассказал, что в начале века в Германии жил религиозный один еврей, который работал врачом. И вот он поехал к своим соплеменникам в Литву, познакомился с Хафицхаймом, увидел мир, ешив, посмотрел за всеми, ну просто он пошел в восторг. И говорит, что ну эти люди точно удостоятся места в будущем мире, а я, а я как же. И тогда Хафицхайм, прославленный мудрец Хафицхайм, сказал ему следующее. Ты знаешь, он говорит, у каждого человека есть свое дело в следующем мире. Одному положено учить с утра до вечера, а второй, который не учится, он должен быть хорошим врачом и посвящать какое-то время мудрости. И поверь мне, ты в будущем мире окажешься рядом со мной. И знает этот врач, что Хафицхайм не будет шутить, он серьезный человек. И Хафицхайм, говорит Равину Рэба, я понимаю, но как? Он говорит, я тебе докажу это. В главе Брешит написано, что дерево жизни росло в самом центре райского сада. Зачем Тора приводит эту информацию? Не все ли равно, где росло дерево? В центре, на окраине. Всевышний сделал так, точнее не так, объяснение такое. Доступ к дереву жизнью был одинаковым из любой точки сад, с севера, с юга. Так его делал в будущем мире. Он в равной степени доступен каждому человеку. Всевышний сделал так, что один родился в Вильно и учился в Ешиве с утра. Второй стал врачом, третий стал врачом. Не важно, кем ты стал. Все люди важны. Важно, чтобы ты не забывал, что духовность это впереди всего должно идти. Следует делать то, что Бог требует от каждого из нас. От чуника Ешива он требует круглосуточной работы. От человека, работающего в этом мире, изучение Торы в свободное время, приближение к духовности. Вот именно тщательное соблюдение этого принципа позволяет человеку приближаться к той огромной духовности. И вот эти вот 10 минут в день окажутся потом огромным багажом, который спасет человека и поможет ему в будущем мире. Двигаясь по жизни, надо смотреть, главное, в какую сторону ты движешься. Скорость это уже второе. В какую сторону? Однажды Хафицхайму, выдающемуся раввину и автору трудов по галаке, он был великолепный писатель, он мог бы прославиться, писать романы. Публика расхватывала его произведения. Это ему сказал очень известный такой писатель, он говорит, вы бы могли зарабатывать громадные деньги. И Хафицхайм ответил ему такой притчей. Одному бедняку понадобилось отправиться в другой город. Не имея денег на транспорт, он пошел пешком. Медленно брал по дороге, отмеривая миле за миле, вдруг повозка едет. Возница остановилась и говорит бедняку, садись, я тебя привезу обратно в то местечко, в которое ты вышел утром. Этот благодетель убеждал путника, что не только быстро его доставят в место назначения, но и позаботится, чтобы поездка была приятной, мягкие кресла у него там, повозки. Бедняк в принципе не возражал, поскольку очень устал в дороге. У него только одно было возражение. Им с благодетелем не по пути. Цель его путешествия находится в противоположном направлении. Поэтому от того, что мы с вами будем комфортно двигаться в противоположном нужном направлении, ничего хорошего не будет. Еще одно. Бесплодно и пагубно задумываться по всяким, если бы да кабы, следовало бы. Бесплодно, потому что что было, то было. Прошло, изменить этого нельзя. Пагубно, потому что такие мысли прежде всего истощают энергию человека и всегда приводят к депрессии. Сказано в Талмуде, что было, то было. Смотри в завтрашний день. Бархава Ацлаха.